здравствуйте мои дорогие приветствую вас на своем канале о том осём с ксюшей этот канал из норвегии и конечно же мы будем собирать с вами грибы и ягоды немножечко готовить путешествия сегодня информация для просителей убежища из украины просителям убежища очень сложно найти какую-либо информацию без знания языка я пытаюсь кое-что узнать и по мере того как я узнаю я выкладываю видео и сегодня я хочу рассказать о норвежском инфекционном номере д-номер и персональный номер чем они отличаются информацию я взяла на страничке скато это вы там тоже можете найти эту информацию на русском и на украинском языках когда в директорате по делам иностранцев у ды регистрируется ваше прошение о предоставлении убежища в норвегии вы получаете временные норвежские идентификационный номер д-номер в норвегии есть два типа идентификационных номеров д-номер и персональный номер идентификационный номер уникален и используется для вашей идентификации и предоставления доступа к услугам норвегии когда вы регистрируетесь в качестве просителя убежища из украины вы получаете временный норвежский идентификационный номер д-номер обычно ваш д-номер указывается в свидетельстве о предоставлении убежища осиль все кирби вис который вы получаете в полиции обычно эта карточка пластиковая желтого цвета могут выдать просто бумагу ваше заявление будет рассматривать директорат по делам иностранцев у д-и если вам выдадут разрешение на пребывание в норвегии обхольстве латтельце в качестве беженца из украины более чем на 6 месяцев директорат по делам иностранцев сообщит это налоговой службе в таком случае вы автоматически будете зарегистрированы в реестре населения как резидент норвегии и получите персональный идентификационный номер поэтому вам нет необходимости обращаться в налоговую службу чтобы зарегистрироваться в качестве резидента норвегии и получить персональный номер когда вам выдадут персональный номер вы больше не сможете пользоваться д-номером когда вам выдадут персональный идентификационный номер вы сможете стать пользователем электронных услуг пользователи электронных услуг могут пользоваться услугами государственных и муниципалитетных служб по интернету кроме прочих услуг вы сможете войти в свой личный кабинет на сайте налоговой службы и подать заявление на налоговую карточку или внести в нее изменения. Вы также сможете поменять свой адрес и войти в Хальсонорке. Обратиться в налоговую службу и получить доступ к своим документам вы сможете в электронном виде. После того, как вы получите персональный номер, также вам будет доступна Мин-ИД, для которого надо персональный номер, а также одноразовые коды по смс или пин-куда в специальном гаджете, который вы получаете в банке, когда открываете счет. Если вам понравилось видео, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал АТОМ АСЕМ С КСЮШЕЙ. Может быть он вам будет чем-то полезен, а может просто интересен.